КОЛПАСКЕЙТ 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 это понятно но как это сделать чем чем твоя команда будет добиваться результата в сезоне я сейчас нахожусь цсп химки в ким power мы молодая команда думаю должны брать своим вот этим вот молодым запалом так сказать а что есть чего у вас есть такого или может быть что у вас лучше чем у остальных команд у нас в ростере 9 человек из-за этого мы можем менять хорошо ротацию состава и на все там дэма будет ездить самый сильный самый сильный четверка чего у вас есть или чего у вас больше чем у других команд у нас есть только меньше масса и роста скорее всего какая сплоченность какой-то юмор свой да нам бы хотелось конечно хорошо выступить потому что мы все-таки молодая команда надеемся на какие-то перспективы и хотим двигаться дальше конкуренция химки и магнитка что с высшей лиги что здесь откуда вас так такое противостояние сложил ну наверно в этом виноваты руководство химок и магнитогорска что заявились и в 3 на 3 высшую лигу на действительно часто играем а мы выигрываем это принципиальная встреча схемы естественно уже да уже четвертая за этот сезон в разных как бы дисциплинах до принципиально можно так сказать а вы ведете но и пока 4-0 уверенно действительно много новинок но что всегда остается неизменным невероятный сценарий каждого игрового дня и на этот раз будет сюрпризов не меньше помимо основного розыгрыша в рамках чемпионата россии мы познакомимся с участниками суперкубка по баскетболу 3 на 3 среди глухих в рамках проекта тихий баскетбол а расскажи насколько обширно комьюнити баскетболистов с нарушением слуха и как родилась идея провести суперкубок с самого старта проекта тихий баскетбол мы хотели создать адаптивное мероприятие для ребят с нарушением слуха пробовали разные форматы это открытые уроки мастер-классы с именитыми спортсменами но нашей мечтой было создать адаптивное мероприятие турнир соревнование которое отвечало бы не только спортивным параметрам и каким-то визуальным характеристикам но и было адаптивно по требованию и нужды атлетов с нарушением слуха и вот оно получилось и вот как раз расскажи немного о деталях какие нюансы необходимо было учесть чтобы спортсменам было комфортно выступать на этом соревновании они получили бы удовольствие здесь есть две основные линии первая это техническая на соревнованиях по баскетболу среди глухих мы включили дублирование свистков судей момент когда игра приостанавливается слабослышащим и глухим игрокам очень сложно сориентироваться на площадке они не понимают откуда идет приостановка и когда сверху есть красный сигнал световой то им становится понятно вне зависимости от того видят ли они арбитра в момент или нет что нужно приостановиться в моменте движения вторая линия это привлечение сурдопереводчиков мы пригласили специалистов которые владеют русским жестовым языком для того чтобы они встретили ребят в аэропорте помогли им разместиться и даже на корте когда у нас был говорящий ведущий и говорящий комментатор специалисты могли переводить для ребята которых есть нарушение слуха чтобы каждый мог посмотреть матч с профессиональным комментированием в удобном для себя формате коллеги из департамента спецпроектов дали мощный старт очередному направлению рамках тихого баскетбола суперкубок среди глухих как оцените проделанную работу великолепный очень интересный опыт потому что у нас дебютирует баскетбол для глухих в таком формате суперкубкой хочу поздравить хочу поздравить всех наших участников и мне кажется что абсолютно органично и круто в розыгрыше приняли участие 12 мужских 8 женских команд и мне кажется такого не было количество участников даже на заре чемпионат россии 3 на 3 какой большой ли здесь потенциал и планируется ли дальнейшее развитие по части например календаря как это уже делается для баскетболистов на колясках а конечно и я говорю что в прошлом году было положено начало лига сильных людей баскетбол на колясках в этом году суперкубок для глухих и конечно же мы будем продолжать эти инновации да скажем так и продолжать набирать как можно больше команд продолжать искать возможности чтобы ребята со специальными потребностями было как можно больше возможности играть баскетбол а и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok